Продолжаем штудировать закладку Win32 и в данном уроке я хочу познакомить вас с двумя компонентами. Это компонент TrackBar и компонент ProgressBar. Начнем с первого, компонент TrackBar. Кидаем его на форму. Он представляет из себя вот такое поле с засечками и бегунок. Оптимально подходит для изменения некоторых свойств в программе. Ну, например, вы пишете свой Media Player и вам нужно изменение громкости. Вот данный компонент оптимально для этих целей подойдет. Также можно использовать его при написании Media Player, если вы хотите менять баланс звука между колонками. То есть, допустим, вправо сюда его смещаем, то звук идет больше всего из правой колонки. Если влево смещаем, то звук больше всего идет из левой колонки. Ну, давайте сейчас сначала познакомимся с основными его свойствами. Первое свойство Min и Max. Минимальное и максимальное значение засечек. Сейчас стоит 10. Можно поставить 50. И, как вы видите, частота засечек увеличилась. Ну, давайте поставим 25. Следующее его свойство – это свойство Orientation. Сейчас стоит значение горизонтальное. Можно поставить вертикальное. И компонент у нас начинает отображаться по вертикали. Так, двигаемся дальше. Твойства Cell End и Cell Start. В своем свойстве можно задавать оптимальное значение диапазона. Что это значит? Допустим, если мы сейчас здесь поставим значение, к примеру, 20, то у нас будет вот такая линия здесь нарисована. Что обозначать будет, что при движении ползунка данной линии у нас будут какие-то оптимальные значения. Это свойство Cell End. Если сейчас поставить Cell Start, к примеру, на 15, то у нас линия окажется вот здесь. То есть, если мы сюда будем перемещать ползунок, он у нас будет находиться как бы в оптимальном значении. Это в большей степени для информированности пользователя. Чтобы пользователю конечному сказать, посмотри, вот в этом значении, если ты выставляешь ползунок вот сюда, будет лучше всего. Так, ладно, двигаемся дальше. Следующее свойство Home Length. То есть, толщина нашего трек-бара. 10 ставим. И он становится вот такой маленький и узенький. Так, следующее свойство Tick Marks. Давайте его поменяем. Это расположение засечек. То есть, сверху, снизу и по обе стороны. Далее, свойство Tick Style. То есть, по умолчанию стоит значение Auto. Следующее значение Manual. То есть, выставлять значение в программе. И, но он без засечек. Давайте поставим Auto. Ну, остальные свойства, они идентичны. Свойства других компонентов. Да, здесь еще я немножечко забыл. Свойство такое Position. По умолчанию стоит значение 0. Давайте сделаем 15, к примеру. И у нас вот наш ползунок, он смещается на 15-ю позицию. С этим как бы понятно. Двигаемся дальше. Кидаем на форму уже следующий компонент под названием Progress Bar. Необходим он для отображения загрузки в программе. У него также есть свойство Position. Давайте выставим значение 15. И сразу поймем, что это за компонент. Вы наверняка его не раз видели в каких-либо программах. Свойства большинство схожие с компонентом Track Bar. Свойства Orientation. Также вертикальное можно сделать. Можно, опять же, горизонтально. Также есть свойства Min и Max. И свойства Step. То есть длина шага. Если максимальное значение 0, максимальное 100, то когда мы будем, допустим, если мы его используем в загрузке, для отображения загрузки, то шаг вот этот будет равный 10. Можно поставить здесь меньше или больше значения. То есть здесь ставить, например, 50. Какие-то действия прошли, и у нас компонент, можно сказать, наполовину заполнится. Вот так вот. Далее, давайте с данными компонентами поиграемся. Выделяем компонент Track Bar. Заходим на закладку Events. И такое свойство у него есть. OnChange. Вызывается оно в тот момент, когда мы начинаем перемещать наш ползунок. И здесь напишем такой код. Progress Bar 1. Точка Position присвоит значение. То есть говорим, позиция в прогресс баре равна Track Bar 1.Position. И запускаем нашу программу. Начинаю перемещать. И у меня здесь вот меняется. Так, компонент прогресс бар выделяем. Давайте свойство Max поставим на 25. Так же это как у компонента Track Bar. Запускаем. И уже сейчас мы будем наглядно видеть. Двигаем. И значения меняются. Вот как бы с компонентами Track Bar и Progress Bar мы разобрались. И еще я хочу показать вам такой компонент. Он называется UpDown. Находится также на Win32 закладке. Выделяем первое ушко и кидаем этот компонент на форму. Компонент работает всегда в связи с другим компонентом. Для этого у него есть свойство Associate. Необходимо, но прежде всего для удобства в вашей программе. Ну, к примеру, вы хотите, чтобы в вашей программе происходил ввод даты рождения. Человек ввел какую-то дату. И увидел, что ошибся. Ему нужно данную дату исправить. Что он будет делать? Он обычно ее стирает и пишет заново. Но если у нас здесь будет стоять компонент UpDown, он может просто кликнуть, к примеру, вот сюда. И здесь число увеличится. С этим как бы понятно. Выделяем компонент UpDown, свойство Associate. И говорим, что данный компонент будет ассоциироваться с первым эдитом. То есть вот здесь. Запускаем наш проект. Если сейчас его потыкать. Вниз-вверх. У нас здесь значение в эдите меняется. Также есть у данного компонента такое свойство, как инкремент. По умолчанию стоит значение 1. То есть на сколько мы будем увеличивать число при одинарном нажатии. Можно сделать 5, к примеру. Нажимаем. Жму. И у меня число постоянно увеличивается на 5. Такой простенький компонент. Ну а на этом я данный урок завершаю. С вами был Владимир Любаев. И я буду ждать вас в следующем уроке.